Почему желтеют листья у груши в мае? Даже при постоянном и тщательном уходе за плодовыми деревьями зачастую случается так, что у растений появляются проблемы, с которыми мгновенно справиться не удастся, а придется применить поэтапный подход. Одной из таких проблем является пожелтение листьев. Больше всего ей подвержены грушевые деревья. Если осенью листовые пластины меняют свой окрас с ярко-зеленого на желтый, то это не вызывает опасений. Однако, такая ситуация весной должна насторожить каждого садовода. Для решения данной проблемы необходимо разобраться с причинами ее появления. В данной статье будет рассмотрено, почему желтеют листья у груши в мае, а также в другие периоды роста дерева. Причина, почему желтеет груша дерева. Причиной пожелтения листьев на груши может быть, что угодно, болезнь, поразившая грушу, либо вредители. Ранней весной рекомендуется провести полную обработку всего фруктового участка специальными препаратами, чтобы избежать различного рода проблем. Важно знать, если у груши желтые листья, то необходимо как можно раньше приступить к выявлению решению проблемы. Парша при этой часто встречающейся болезни на листьях начинает появляться пятна, затем желтеет вся листовая пластина, после чего лист опадает. Для борьбы с этой болезнью необходимо проводить комплексную периодическую обработку дерева. Грушу поливают под корень противогрибковым средством, а листья опрыскивают специальным веществом. Для профилактических целей применяется бордоская смесь. Мозаичность – опасная вирусная болезнь плодовых деревьев. Проявляется сначала в виде пятен, затем листья полностью желтеют и становятся бледно-желтыми. Данное заболевание может появиться из-за нестерильных прививочных материалов, либо передаться через тлю. Проводить процедуры лечения груши бесполезно. При сильном заражении дерево обречено на гибель. Важно отметить, заболевшее дерево рекомендуется полностью сжечь, чтобы вирус не мог передаться другим плодовым деревьям. Мозаичность – недостаточное содержание калия в грунте. При нехватке калия листья приобретают интересный внешний вид, становятся обрамленными красным ободком. Случается так, что садоводы недостаточно удобряют почву, а низкое содержание питательных веществ в грунте может негативно повлиять на культуру. Решение данной проблемы довольно простое – провести подкормку груши удобрениями, в которых содержится калий. Вещество необходимо вносить в весенний период, когда груша начинает активно развиваться. Ей желательно питаться полезными веществами, чтобы через некоторое время принести хороший урожай. Недостаточное содержание калия в грунте и нехватка железа и магния. Помимо недостатка калия, груша нуждается в откормке такими минеральными веществами, как железо и магний. При их недостатке листовые пластины будут не в состоянии выработать хлорофилл. На листочках начнут появляться желтые точки при недостаточном содержании магния. Восполнить его недостаток возможно, благодаря внесению в очву минеральных удобрений, древесной золы и доломитовой муки. При нехватке железа листья начнут желтеть полностью. Для того, чтобы начать лечить грушу, рекомендуется провести внекорневую подкормку железа содержащими препаратами. Неблагоприятные погодные условия, несмотря на свою засухую устойчивость, при засушливой погоде груша может испытывать недостаток влаги. Листочки могут пожелтеть. Поэтому, если замечено, что листики начинают постепенно желтеть, а само дерево имеет поникший вид, рекомендуется участие в полив. Тем самым можно вылечить плодовую культуру. Однако избыточного увлажнения также необходимо избегать. Грызуны в случае, когда распустившиеся весной листья вдруг резко начали желтеть. Причиной этому могут послужить грызуны, которые повреждают корни деревьев. Для предотвращения данной проблемы рекомендуется после того, как сойдет снег, крыть участок под деревом рубероидом. Это может защитить грушу от зайцев и мышей. Данное укрытие является также хорошим средством для поддержания тепла почвы. С рубероидом не страшны заморозки и перепады температур. Грызуны ожоги случаются так, что садоводы проводят полив по кроне плодового дерева. В этом случае в знойную погоду на листьях, в местах, на которых остались капельки влаги, образуются желтые пятна ожоги. Переизбыток влажности почвы Переувлажнение почвы также может стать причиной пожелтения листовой пластины. Переизбыток воды может возникнуть из-за чрезмерного полива, близкого залегания грунтовых вод постоянных дождей. Молодая груша наиболее чувствительна к водному балансу. Проблему можно решить сокращением полива, также внесением в очву определенных веществ, абсорбирующих избыточное количество воды. Для этой цели обычно используют гидрогель. Хлорос о нем свидетельствует бледно-желтые листья, обычно появляющиеся летом, в июне или июле. Он может возникнуть из-за кислородного голодания, переизбытка влаги, обмерзания корней, недостатка железа и щелочной реакции грунта. От него обычно страдают молодые саженцы. Излечить дерево можно путем опрыскивания раствором, содержащим железный купорос 20 грамм. На 10 литров хлорос если желтеет груша что делать? Необходимо внимательно относиться к желтизной листьев и стараться выявить проблему как можно раньше, чтобы не дать болезням распространиться и погубить весь фруктовый сад. Наблюдение за листьями должно начинаться с момента раскрытия и на протяжении всего периода их роста, развития и пребывания на дереве. Внимательный садовод всегда заметит проблему заблаговременно, ведь часто растения сами сигнализируют о том, что с ними что-то происходит. К примеру, на вопрос почему у груши светло-зеленые листья опытный садовод знает ответ. Бледнеть и белеть листовые пластины начинают от нехватки азота, сигнализируя тем самым, что растения необходимо подкормить. Пурпурный либо бронзовый окрас листьев свидетельствует о том, что у плодового дерева происходит фосфорное голодание. В том случае, когда болезнь груши проявляется незначительно, необходимо опрыскать дерево вторых процентным раствором железного купороса. Стоит отметить, если заболевание связано с переизбытком щелочей в грунте, то лучше всего для выращивания плодовых деревьев поменять участок. Иначе такая почва не будет являться благоприятной для устойчивого роста деревьев и обильного урожая. Пожелтение листовых пластин – свидетельство нарушенного процесса фотосинтеза. Преждевременное пожелтение листьев приводит к тому, что не происходит закладка плодовых почек, процесс подготовки к зимнему периоду будет нарушен. Значит, дерево может не выдержать перепада температур зимних заморозков. Весной такое дерево уже не зацветет. Советы и рекомендации. Часто новички садовничества, занимаясь выращиванием плодовых деревьев, задаются вопросом, если желтеют листья у груши, что делать. Не стоит суть проблемы искать только в присутствии грызунов, насекомых, либо думать, что болезнь попала на участок сама по себе. Зачастую пожелтелый вид листьев – это результат неправильного ухода за деревьями. Уход за грушей недостаточный, внесение удобрений в почву, несвоевременный полив, выбор уже больных саженцев для посадки и многое другое. Поэтому прежде чем приступить к выращиванию груши, уходу за ней, необходимо изучить все рекомендации, которые опытные садоводы дают. Новичкам приобретать саженцы груши для посадки на своем участке необходимо только у опытных продавцов, знающих толк в деле выращивания плодовых деревьев. Внимательно отнестись к выбору прививочного материала. Прежде чем приступить к обрезке и попроведению других процедур, необходимо в обязательном порядке подезинфицировать все инструменты, чтобы не заразить деревья какой-либо болезнью. Для уничтожения тли, которая может быть носителем такой смертельной для плодовых деревьев болезни, как мозаичность, рекомендуется использовать инсектициды. Грушу необходимо периодически ими обрабатывать. Кроме химических препаратов можно сделать лекарства из народных средств. Для опрыскивания листьев готовятся настой дегтярного мыла, чеснока или табака. Борьба с муравьями является обязательной т. Именно они являются разносиками тли. Эффективно помогает приготовленная приманка, сахар, борная кислота и пшну. Ингредиенты смешивают и кладут на землю возле поселения муравьев. В специальных магазинах можно приобрести так называемые ловушки для муравьев, которые устанавливаются в штамбе и на стволовых ветвях груши. Проведение тщательной уборки территории сада в весенние и осенние периоды для уменьшения риска появления вредителей. Соблюдение всех мер осторожности при проведении обрезки и поливе плодового дерева, правильный уход и своевременная подкормка и избавление от вредителей. Все эти моменты позволят вырастить здоровые деревья, которые год за годом будут радовать своим урожаем и вкусными плодами. Плодами